Все-таки надо изучать учебники истории некоторым эстонским деятелям и понимать, что если русский царь чихнет, то пару областей могут и слететь с карты мира. Балтийское море фактически будет закрыто для российского флота, заявил глава эстонского МИДа Урмас Райнсалу. Эстония планирует вести режим так называемой прибрежной, прилежащей зоны в Финском заливе. Она прикроет залив, а ее спецслужбы смогут досматривать российские военные корабли, выходящие из портов Ленинградской области и из Кронштадта. После расширения НАТО заблокированными окажутся Балтийская и Северная группировка российского флота. Неужели Россия перестанет быть морской державой? Военные эксперты рассматривают блокаду российского флота как один из сценариев развития войны в Украине. В России пять военно-морских группировок — Балтийская, Черноморская, Северная, Тихоокеанская и Каспийская. Швеция может разбить большую часть Балтийского флота в районе Калининграда, а вооруженные силы Финляндии — цели, которые относятся к Северному флоту, в том числе базу подводных лодок в Северодвинске. В случае реальной, а не выдуманной военной операции НАТО, Россия потеряет доступ к Северному морскому пути. Когда Финляндия вступает в НАТО, а Финляндия, которая переоружается на F-35, то в зоне поражения находятся не только базы Северного флота, а в зоне поражения фактически находится Северодвинск, там, где атомные подводные лодки производятся и ремонтируются. Поэтому России надо переосмысливать всю концепцию, всю свою военно-морскую доктрину. Плачевное положение Балтийского флота не скрывают даже российские пропагандисты. Финляндия активно вооружается. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург. Создается система противоракетной обороны. Вот недавно с большой помпой был отправлен поход фрегат адмирал Горшков. Но нужно учесть, что за время это фактически единственный крупный корабль, построенный в России, были еще три меньшего размера фрегата построены для Черноморского флота. Постройка в дальнейшем прекратилась из-за того, что Украина переставила поставлять двигатели после 2004-го. И вот есть еще фрегат адмирал Горшков. За то же время такие государства, как Франция и Италия, построили по 8 фрегатов приблизительно такого же размера для себя. И еще вместе 4 фрегата для Египта и Марокко. То есть 12 фрегатов против пусть даже 4-х у России. Но мы сравниваем это не с перворазрядными морскими государствами. Если мы возьмем Китай, за то же время он построил порядка 20. При этом российский флот слаб благодаря своей структуре. Российский флот всегда имел одну ключевую проблему, определенную географию. Он разделялся сначала на 2 флота, потом после появления Северно-Тахиканского флота на 4, ну и плюс 5-я Каспийская флотилия. Если у вас заранее флот разделен на 4 группы, которые чисто географически разделены, это сразу делает его слабым. Примечательна судьба черноморской группировки. Власти Украины открыто называют российский флот в Черном море легитимной целью для нанесения ударов. Естественно, он будет уничтожен. При деоккупации Крыма первое, что будет делаться, это наноситься ракетные удары по береговой инфраструктуре флота, по местам базирования авиации, по сосредоточению наземных сил и, естественно, удары по корабельному составу, по подводным кораблям, подводным лодкам. Это очевидно. Именно укреплением безопасности Черноморского флота российская пропаганда оправдывала аннексию Крымского полуострова в далеком 2014 году. Телевидение тогда и в течение следующих 8 лет буквально закидывало зрителей сюжетами о кораблях НАТО и военных базах в Крыму. Даже после оккупации аннексии Крыма НАТО не сделало ничего, чтобы усилить свое пребывание в Черном море. Хотя Болгария, Румыния и Турция являются членами НАТО. Но главная задача НАТО была не допустить эскалации. В 2023 году Путин сделал реальными не только выдуманные в прошлом угрозы, но и добился того, что само существование российского флота поставлено под вопрос. Немного страны НАТО посмелели. То есть они поняли, что на самом деле российский миф о великом флоте это всего лишь миф. Только Украина смогла его разрушить.